добрый вечер уважаемые подписчики саша маэстро вас приветствую очень рад что вы пишете добрые комментарии 10 день сегодня кстати юбилейный без алкогольной продукции мозги уже начинают соображать по-другому ну как всегда течение этого периода работаю стараюсь исправлять положение стараюсь помогать стал основным остальным своим так скажем собрать им по несчастью все-таки они тоже любит помогать вытаскивать одна зачастую конечно жизнь толкает вниз и окружающие многие не скажем то все очень много подписчиков добрых замечательных людей которые помогают так или иначе словом делом когда хотелось бы выразить слова благодарности многим из вас всех всех могу перечислить но вот которые прям прям очень помогли данной ситуации перечислил и пожелаю заранее всего доброго чтобы у них складывать по жизни все замечательно чтобы они свои поступки такие добрые тоже что-то видели в жизни доброго справедливого и так далее очень хочется выразить слова благодарности за поддержку за моральную и материальную Ирине и Алексею из Москвы из Жюлебина метро Лерманский проспект начали с ними переписываться сегодня хотим даже встретиться поговорить возможно подружиться потому что друзья нужны я не не чура не чураюсь людей никаких даже тех с кем вы меня видели в ближайшем прошлом там тоже есть люди какие бы они не были но и общими усилиями мы им поможем соответственно нашему блогеру Денису большой респект за его движение по Ютубу С Ириной мы списывались и Алексеем сегодня в районе девятидесяти вечера с ними встречаемся будем общаться будем разговаривать на добрые веселые темы позитивные Огромный респект Роману мы его увеличаем юрист потому что у него образование такое фамилии я к сожалению не знаю но этот человек тоже очень много делает чтобы поддержать людей попавших в такое положение оказавшихся на улице без работы и так далее Владислав Леганов очень замечательный человек тоже нам помогает наш подписчик очень много комментариев добрых от него поступает поэтому Владислав вам привет от нас от тех и от меня лично Владислав Легко вам тоже большой привет из столицы нашей Родины, к сожалению, из такого пока контингента, но мы исправимся, подвижки уже есть, многие люди отъехались оттуда на работу, кто-то, к сожалению, в больницу пока, но лучше так, чем находиться на морозе, на холоде, в таком состоянии, Юленьке Малой из Калининграда, очередной привет, за денежку, которую она перевела мне лично на карту, общаемся тоже с ней по WhatsApp, по телефону, созваниваемся, добрый, замечательный человек, все-таки, наверное, я съезжу в наш тоже окраинный город Калининград, Англаф, так сказать, Антон Теплый, наш подписчик, вам всего теплого, мирного, доброго, смотрите нас, ставьте комментарии, плохие или хорошие, это усмотрение каждого, потому что мнение учитывается все, и то, что у нас плохо, мы будем стараться как можно быстрее это все исправить, забыть, что мы находились в данной ситуации. Еще раз привет, Руслан из Уфы, Руслан13, ник у него стоит, наш подписчик, благодарный, также с благодарностью мы и к вам обращаемся, будьте здоровы, всего вам хорошего, Читайте нас, смотрите, выйдут новые ролики. Макс, город Калачинск, вам огромный привет от Саши Маэстро и от людей, которые в данный момент находятся на Сайловском вокзале, сегодня я туда поеду, пообщаюсь с ребятами, передам им то, что вы смотрите нас, то, что вы ставите лайки, пишите комментарии, Еще раз перечислю вас и выражу вам свою благодарность за ваше движение. Владислав Улиганов, Александр, с острова Соколин, Юлия Малая, Калининград, Антон Теплый, Руслан13, Уфа, Макс, город Калачинск, Рома Юрист, и в самую первую очередь, с кем я встречаюсь сегодня, это Ирина и Алексей из Железина, Москва. Вот, они сказали, что привезут какие-то вещи, ну, кому подойдут, раздадим самым нуждающимся. Я сейчас нахожусь в более выгодном положении, чем они. Живу здесь в цеху, сейчас я нахожусь в офисе, чтобы снять данное видео, чтобы мне никто не мешал, потому что люди еще работают. Я сейчас тоже пойду продолжу работать до девяти, потом еду на Сореловскую, общаться с народом, как говорится. Берегите себя, берегите свои семьи, не падайте на дно, как мы, учитесь на чужих ошибках. Я, к сожалению, всю жизнь почему-то учусь только на своих, хотя ошибок вокруг вижу у людей очень много, но, как говорят, вытащи у себя бревно из глаза, прежде чем заметить соринку у оппонента, в глазу. Может быть, поэтому... Вот что я вам хотел сказать. Видосики будут. Просьба сыграть на гитаре. Гитара, сами видели, не очень комфортабельно, презентабельно и так далее. Много синонимов можно подобрать. Но это поправимо. Найдем гитару, устроим маленький концерт. Ну и в подобных видео в дальнейшем будем в конце играть какую-то песенку. Кстати, в комментариях пишите, какие песни вам нравятся. У меня аккомплимент небольшой. В основном там Шансон, Высоцкий, Сектор Газа, ну и несколько таких ретро-песен. Может быть, что-то не знаю, буду учить, буду напрягать мозги, восстанавливать свои. Если они там еще остались, извилинки. Ну, так, как видите, более-менее опухоль с лица спала. Сейчас зарабатываю денежки, будем заниматься зубами, снимать комнату, помогать друзьям, кто еще остался там. В дальнейшем планируем все, кто были там ранее, и кто сейчас находится в более человеческих условиях, кто задумывался о своей жизни и устроился на работу, так или иначе. Будем посещать их. Брать интервью, как они, как себя чувствуют, как их материальное благосостояние. Будем все расспрашивать у них, записывать видосы и выкладывать на наш канал, чтобы вы оценивали так или иначе, плюс или минус. Например. Вот. А так работаю, делаю кроватки. Сегодня не наделал, к сожалению. Швея не успевает, но ничего страшного. Завтра доделаем. Сниму видосик короткий, что я сделал в последнее время. Вот так далее. Еще раз всем спасибо, всем огромнейшее спасибо, что вы есть, вас немало, вас уже несколько тысяч, кто обратил на нас внимание, так или иначе. Кому-то интересно, кому-то посмеяться, кто-то сожалеет, кто-то жалеет, кто-то реально помогает, кто-то помогает словом, кто-то делом. Очень рад, что люди не бездушны. огромный привет вам от всех наших ребят. Еще раз скажу вам, берегите себя, берегите свое здоровье. Здоровье одно, как бы видите, то, что и зубки посыпались, и глазки не видят, и ножки уже не те 10 дней, вот я очухиваюсь, более-менее только пришел в себя. еще надо купить каких-то лекарств, типа глицинчик, попить, чтобы мозги стали мовеста. Будем общаться, задавайте вопросы, постараюсь как можно грамотнее и обильно дать ответы на все вопросы. Завали вопрос, когда я смогу пройти на руках, я думаю, скоро, но не очень. Восстановлю здоровье немножко. Со вчерашнего дня более-менее хотя бы начал какую-то зарядку по утрам делать, потому что мышцы настолько атрофировались за это время, пока усугублял злополучные напитки, что нужно утрам либо убио